С вами по правилам. Программа, в которой мы расскажем, как на дороге сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения. Водитель должен везти транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Среди водителей распространено мнение, что если ехать быстрее, то время, проведенное в дороге, существенно сократится. Сегодня мы проверим, соответствует ли это истине. Возьмем городской маршрут длиной 10 километров. Первый автомобиль должен доехать до точки назначения с возможностью развивать максимальную скорость 60 километров в час. Этим автомобилем буду управлять я. Максимальная скорость второго автомобиля ограничивается 79 километрами в час. И этим автомобилем будешь управлять ты. Ну давай сверим часы. 8.00. Поехали? Поехали. На самом деле результат теста очевиден, как бы Игорь ни старался. Превышение скорости в реальных условиях городского движения не приводит к существенному выигрышу во времени. Светофоры, плотность потока, перестроение, пропуск уходящих на поворот, перекрестки, пешеходные переходы, выделенные полосы, автобусные остановки. Все это влияет на среднюю скорость движения. Кроме того, чем быстрее едет водитель, тем больше стресса он испытывает. А значит, тем быстрее выматывается и тем больше ошибок может совершить. Тем самым существенно увеличивая риск аварийной ситуации на дороге. Поехали. Давно стоишь? Да не очень. Минута две с копейками. Как же так? Ехал быстрее на целых 19 км в час, а выиграл всего пару минут. На этот вопрос нам помогут ответить бортовые компьютеры. Я ехал со средней скоростью 24 км в час, а Игорь? Игорь со средней скоростью 27 км в час. То есть, при существенной разнице в максимальной скорости, разница в средней в рамках города становится минимальной. В итоге мы имеем примерно один и тот же результат с куда большей степенью риска. Также напоминаю, что штраф за несоблюдение скоростного режима составляет от 500 до 5000 рублей, или лишение водительских прав. Выходит, нарушение скоростного режима это не только опасно, но и дорого. Итак, мы выяснили, что увеличивая скорость чертег города, вы практически не выигрываете время в дороге, но значительно увеличиваете риски. А скорость должна быть такой, чтобы избежать опасности на дороге. Субтитры создавал DimaTorzok